Вот эта вот история, что работы нет, это лишь твоя история в твоей голове. Ты можешь работать, когда ты этого захочешь. Просто пока ты на самом деле этого не хочешь. Если у тебя есть наш чат, это значит, что у тебя есть интернет. Если у тебя есть интернет, ты можешь легко работать из дома, как я это делаю прямо сейчас. И если ты замечала прямо здесь, в этом чате, девочкам, которым интересна информация, то они ее у меня покупают и покупают в онлайне. Я не хожу в данном случае на работу. И таких бизнесов полно. У нас есть девчонки, которые шьют пледы, вяжут дома у себя и рассылают по всему миру. Таким образом, имеют свой собственный заработок. Я тебе предлагаю задать вопрос себе, как я здесь и сейчас могу работать и зарабатывать, причем иметь не один источник дохода, а несколько источников дохода. Поэтому, когда у тебя будут деньги, я думаю, вопрос быть с мужем или нет, у тебя так остро стоять не будет. Ты уже будешь думать и принимать решения, исходя из каких-то других критериев. И это раз. Второй момент. Готова ли ты увидеть, что твоему мужу очень страшно, что ему очень тяжело, и что у него есть такая огромная, как сказать, низкая самооценка? Ты сама об этом написала. Он говорит о тебе неприятные вещи в присутствии других людей. Когда человек это делает? Когда хочет самоутвердиться на фоне кого-то. На фоне тебя, в глазах других людей. Посмотрите, видите, она хуже, чем я. Перевожу тебе его слова. И в этот момент он не хочет сделать плохо тебе на самом деле. Готова ли ты получить такую психологическую мудрость, прямо здесь и сейчас? Он хочет лишь почувствовать себя немножечко лучше. Ты для него в этот момент как обезболивающая. Да, не особо экологичная, конечно же, но тем не менее, этой таблеточкой, этой пилюлей пользуются очень многие люди. Вспомни, как ты пользуешься этим. Ведь сейчас, когда ты пишешь о том, что муж плохой, в данном случае самоутверждаешься ты, и он обслуживает тебя в повышении твоей собственной самооценки. А я так не думаю. Твой муж очень хороший. И при всем том он тебя терпит и обеспечивает. Между прочим, ему что-то это стоит. Сказал ли ты ему, дорогой мой, если бы не ты, я погибла. Ты мой принц, ты мой спаситель, ты мой король. Ты тянешь эту ношу, обеспечиваешь себя, меня, ребенка. Я не представляю, чего тебе это стоит. Что я могу для тебя сделать, любимый? Как я могу поддержать тебя? Он ждет этого от тебя. Ему это очень нужно, чтобы стать сильнее. Сильно мужчину делает только женщина. И когда он не получает благодарности, ему становится больно. И он берет пилюлю видеть тебя и говорит другим, что что-то там не то с тобой. Можешь ли ты в этот момент увидеть его боль? И когда ты видишь его боль, не добивать его? До свидания. До свидания.